Здравствуйте, друзья! Расскажу вам о способе, как пробудить свою генетику и свою осознанность. Как звездный мир может проявиться у вас новой волной. Благодаря мужу я попала в планетарий и смотрела там одно из представлений на большом купольном экране. Одно из удивительнейших наблюдений для меня было, которое я и замечала раньше, например, при просмотре видеозаписей или по телевизору в виде какой-либо фильм, что можно видеть ауру, цвета, объемы, сущности, буквально глазами и, конечно же, внутренним экраном различных существ, объемы. Все это можно видеть. Какое было мое удивление, когда показываемые на проекторе планетария под большим куполем 25-метровым экраном звезды, солнца, луну, я вдруг увидела ауру, тождественную той, которую я вижу и в жизни. Например, на планетарном куполе показывали, как движется солнце, именно от той точки, в которой находимся мы. И я удивилась тому, что когда двигалось солнце, аура солнца была такой же, как и я видела совсем недавно вживую. Тогда я поняла, что за счет того, что очень большое количество людей прониклось такой работой над фильмами о космосе и, смотря эти фильмы, по-настоящему верят в то, что они видят. То есть, если мы показали галактики, они по-настоящему верят, что они видят галактики. Конечно же, в том фильме были и искусственно смодулированные образы, но очень многое было и из настоящей съемки. Благодаря вере людей удавалось все это посмотреть. Потому что, если вы со всей искренностью желаете увидеть или вообразить, что перед вами находится какой-либо человек, то неизбежно вместе с образом этого человека будет копироваться его аура. Потому что, если вы даже не видите самого человека, это не обозначает то, что ваша душа, ваша сущность не видит ауру вокруг. Как только вы думаете о человеке, вы думаете сразу о нем целом. То же самое и о звездах, галактиках, вселенных. Первым делом я приняла решение запустить исследование этого опыта. Мне было совсем недостаточно просто смотреть в планетарий. И тогда я приняла решение задавать вопросы. То же самое делал мой муж, кое-что все-таки узнав. Попробуйте сходить тоже в планетарий и задать такие программы. Мое Высшее Я на момент, когда я буду смотреть звезды и различные снимки нашей Вселенной, узнавать новое. Покажи мне в опыте всех моих рождений, ощущения, чувства, объемы, образы или даже прямые знания. Каждый на своем этапе раскрытия и работы над собой увидит тот пакет информации и объемов, который может развернуть прямо сейчас. Но даже у простого человека чувство объемов широко, узко, приятно, неприятно, тепло, холодно всегда будет проявляться. Как и тут, пробуйте задать такую простую программу, как вспомнить все, что Вы видите, как душа. Например, даже вспомнить, как Вы видели все эти образы, будучи в других телах. Я взяла три программы. Первая – это память души, душа моя. Покажи мне то, что я никогда не видела, связанное с этим. В Вашем случае будет «покажи мне все, что ты знаешь». Второе – я вошла в контакт с генетикой. Этому можно очень легко научиться, пойдя на Высшее Я у меня или изучив ролики на эту тему о Высшем Я, когда можно говорить с генетикой, можно говорить с клетками или любая другая статья «Собери себя сам». Я попросила генетику также раскрыть информацию о всем звездном опыте, который есть именно в моей генетике. Именно тот объем знаний, любви, образов, которые мы получили от наших тел. У нас звездные тела, много смешанных, самых невероятных космических генов, благодаря чему удается каждому из Вас при должной глубине работы ощутить больший объем. Ваша генетика буквально помнит воздруг других планет, потому что когда-то давно Вы путешествовали в разных космических кораблях, видели звезды, видели самые невероятные потоки энергии, которые шли именно тогда, когда у Вас такое объемное, большое, невероятно радостное самосознание. Ваши гены все это помнят. И также попросите гены открыть Вам память звезд, память других земель, память кораблей. Третий же способ. Он выходит из первых двух. Когда Вы всем своим существом принимаете решение, даже на пять минут, полностью забыть о том, кто Вы есть здесь на земле, и жадно искать даже тончайшие ощущения, догады внутри Вашего сознания, внутри подсознания. Как помните, порой тело мало в начале опыта ощущает. Но внутри Вашего образа, при должной практике, рождаются просто океаны объемов и знаний. Так и тут я попросила в том, что я новое узнаю из генов, из памяти души, в отделы которой, определенное отделы которой не заходило ранее, изменить мое тело, дождественное тому свету, который я познаю. И когда я стала так смотреть фильм, Вы только подумайте, как много есть отвлекающих моментов в жизни. А тут Вы находитесь под куполом. И я Вам скажу, что энергетика копируется всего звездного неба. И одновременно Вас никто не потревожит эти 40 минут прекрасного путешествия. И ценой здесь совсем даже не то, что Вы видите на таком большом экране, такие красивые звезды, космические элементы, демонстрация космоса. А важно то, с какой искренностью и глубиной Вы заглянете именно в себя. Как говорил Николай Викторович Левашов, люди порой ждут определенных жестких инструкций на развитие. Но на самом деле, это не как математика, где ты можешь всегда вызвать числа, формулы и попробовать их как-то понять. В тонком, в чувственном. Почему я называю чувственное? Потому что если Ваша душа открывается, то неизбежно Вы становитесь как цветок, который познает каждым лепестком разный отдел мира, но всегда являющийся позитивной для роста души. Соблюдая честь, совесть, достоинство, разум. Это, как вспомните, самое нежное и доброе чувство, которое у Вас было в жизни. Но когда прям в жизни радуешься, счастье такое, у каждой оно свое. Может быть, невероятный восторг души какой-то, который, может быть, внезапно пришел или по делу какому. И попробуйте прямо сейчас всеми своими фибрами позвать его в себя. Настолько призывая, вспоминая, вспоминая, как ощущает себя тело. Если не помните, начать задавать вопросы, как оно себя ощущает. Даже тончайшие, тончайшие оттенки пытаюсь себя призвать. Нужно довести себя до состояния, когда эта же радость, которая была тогда, может быть, 10-15 лет назад, а может быть, год или один день назад, для Вас станет такой же реальной сейчас. Или больше. Так я должна давать Вам команду, например, вспомни это чувство, и Вы мгновенно в него вошли. Как отжаться, пробежаться. Вы должны приучить себя входить намеренно в самые разные, даже простые человеческие состояния, эмоции. Состояния, ведь им в эмоциях меняется весь гормональный фон, излучение нервной системы. И, например, гормоны радости полностью меняют тело, как движется кровь, скорость, добиение сердца, расширение сосудов, так и любое состояние. У контактера должно быть все время меняющееся состояние поля. Задумайтесь о моих словах более объемно. Если Вы запросите даже познание искры совершенно многомерно и с многообразием запросов и будете добиваться из раза в раз глубины тождественности тому, что Вы ищете, потому что каждый из Вас знает внутри своего сердца, каков же должен быть в нем свет. Если Вы возьмете это простое упражнение и начнете его в себе расти, то невероятные чудеса у Вас случатся. Вы тогда сможете быть и целителем, и многим кем, потому что Вы обуздали своего разума, а также входить в тот свет, которого Вы, может быть, в этом теле никогда не были. Как чувствует себя генетика? Как она говорит? Как она зовет? Исчезните, погибните для этого мира, но родитесь хотя бы на пять минут только для своей генетики. Пусть она воссияет добротой своей для людей или для души. Как душа бы себя сейчас вела, даже если Ваш ум никогда не знал этой информации, а Вы поиграйте как ребенок в своей фантазии. Вот если бы прямо сейчас моя душа проявилась здесь как вечная, как бы она себя вела в этом теле? И поиграйте. Играйте, играйте, пока в Вас старый мир полностью не погибнет, а новый придет радостью рождения. И тогда Вы услышите от многих добрых душ. Ты родилась или ты родился? Потому что самое настоящее рождение – это не только войти в тело, а пробудиться, родиться как разум души, полностью следуя ее зову. Когда же я запросила эти три потока и наблюдала, как на большом компьютере множество-множество файлов раскрываются, читая каждый из них за доли секунды, радуясь им и смотря удивительный фильм. Мой муж сказал, что я была похожа на индукционную печь по ощущению, как поле себя вело. От поля шел жар. А у меня было интересное ощущение, что я как микроволновка. Имеется в виду, что очень жесткие излучения шли от клетки к клетке, от одного слоя к другому слою. Это очень интересно. И была цель выровнять каждое из слоев и одновременно смотреть то, что показывает душа с таких разных уровней. И как же так изменить тело и поля, чтобы эту нагрузку держать легко? Если вы по-настоящему движетесь вперед, то предела поиска никогда не будет. Даже дойдя до определенного объема сознания, до определенного поиска широты, вы обнаружите, что вы до этого ничего не знали. И вот-вот войдете в новое. Большой и большой поиск, который для вас казался раньше невозможным, а теперь есть. Так и в следующий раз, когда вы и тот океан познаете, снова откажетесь от этого нового, в сторону еще большего познания. так и с вашими личностями. Не бойтесь отказаться от старого. Не бойтесь звать в себя вечное и радостное такую красоту. Ходите в планетарии. Смотрите на небеса, как это меняет вашу генетику, как многое может для вас открыть ваша душа. Мы любим вас. Я искренне верю в каждого из вас, ибо я знаю, что если смогла пройти я, пройдете и вы через все эти пути познания и открытия, как и каждая искренне ищущая душа. Пусть каждый образ, который придет вам в планетарии, если вы будете все-таки его смотреть, или даже просто видеозаписи космоса из Ютуба или какой-то другой платформы. Пусть каждый образ космоса дарует вам новое знание, любовь и прекрасное путешествие.